На сегодняшний день известно каталогизировано учеными порядка 18 тысяч астероидов, которые сближаются с Землей. По оценкам объектов сотни тысяч, сотни тысяч, миллионы, для каждого размера своя градация. Например, объектов от 140 метров и более, по оценкам, по модельным представлениям, порядка 20 тысяч штук. Более мелкие объекты, от 50 до 140 метров, таких объектов во всей популяции порядка 200 тысяч штук. Более мелкие объекты, их еще больше, и мы у них ничего не знаем. В основном астероиды приходят из главного пояса астероидов. Именно в околоземное пространство здесь существует несколько механизмов. Это и столкновения, и люки Кирквуда, которые выносят астероидов, переводят их в околоземные объекты. А также резонансы, вековые резонансы от больших планет, которые влияют на движение астероидов и выносят их как раз в околоземные. То же самое можно сказать и о кометах. Кометы в основном могут приходить из пояса Койпера к нам. Но сейчас появляются сведения и данные, что и внутри главного пояса астероидов также присутствуют тела, которые проявляют кометную активность. Поэтому какая-то часть комет могла и в поясе астероидов застрять, остаться. Малые тела более опасны из-за того, что их больше, именно во всей популяции околоземных объектов. Но от них меньше ущерб. В основном тела до 20-30 метров сгорают в атмосфере с небольшим образованием метеорита, как могут быть. Поэтому на такие тела необходимо обращать внимание. Но они могут быть обнаружены только при подлете к Земле. Более крупные тела, километрового размера, которые грозят глобальной катастрофой, 500 метров, обнаруживаются заблаговременно, за 30 дней. И к ним можно успеть как-то подготовиться. За последние 10-20 лет можно привезти Челябинск. Астероид-2008 ТС-3, который был заблаговременно обнаружен за сутки больше, до столкновения. Они наблюдали его, определили точную орбиту и место входа в атмосферу. И как раз было даже предупреждение, ученые выдали предупреждение, что в данный момент, в определенный момент, в данной точке возможно вхождение тела в атмосферу. Будьте внимательны. И действительно, пилоты гражданских авиалиний, которые трассы самолетов проходили невдалеке от этого места, видели вспышку в то самое время, которую предсказали ученые. Такие случаи возникают постоянно. А если на большом интервале времени брать, то это падение астероида, приведшее к вымиранию динозавров. Тунгусский, да, можно тоже упомянуть. Ну и Тсихотей-Оленьский, явление метеорит. Конечно, не исключено, что какое-то небольшое тело наподобие Челябинского объекта вынырнет из глубин космоса и войдет в атмосферу Земли. Но таких пока объектов мы не знаем. Астероид Апофис уникален тем, что он постоянно сближается с Землей на определенные расстояния. То есть раз в 6-8 лет происходит сближение, на которое как раз астрономы обращают внимание. Ну и в основном СМИ подхватывают эту тему, пытаясь из астероида раздуть какую-то сенсацию. Как было сказано недавно, СМИ заявили, что теперь в 68-м году может быть столкновение. Я могу со всей уверенностью сказать, что столкновения в 68-м году не будет. Для Апофиса на ближайшие 100 лет вероятность столкновения составляет 9 миллионов. Она очень маленькая, это ничтожная величина. Поэтому астероиды Апофис в принципе бояться не следует. Мы ожидаем в 29-м году и будет тесное сближение Апофиса с Землей, когда он пройдет на расстоянии 38 тысяч километров. И вот после этого сближения, как орбита поведет себя, тогда можно будет, когда мы пронаблюдаем его, потому что сейчас последние данные, которые были получены с помощью оптических наблюдений по астероиду Апофис, закончились в 2015 году. Вот когда пройдет 29-й год, когда мы увидим, как изменилась орбита, определим изменение орбиты после тесного сближения с Землей, тогда можно будет строить прогнозы на будущее, как себя поведет Апофис. К проблеме космических угроз также относятся и проблемы с возмущениями от Солнца, с солнечными вспышками на Солнце, так как вещество, выбрасываемое Солнцем, влияет, конечно, и на телекоммуникационную связь с спутниками, например, на орбитах вокруг Земли, также влияет на атмосферу Земли, так как такие возмущения приводят к нагреву атмосферы, и, соответственно, спутники, которые летают на низких орбитах, начинают цеплять, чиркать верхние слои атмосферы, и таким образом изменяют орбиту, могут просто перейти на другую орбиту, и необходима тогда будет коррекция. Также солнечные частицы приводят к образованию геомагнитных токов в земной поверхности, что приводит иногда к отключениям, к повреждениям электрических сетей, например, трубопроводов. Это очень критично влияет на железнодорожную инфраструктуру, именно мощные вспышки магнитные на Солнце. Как пример можно привести в 1989 году отключение электричества в Канаде, которое как раз произошло именно из-за того, что произошла на Солнце вспышка, и большой объем вещества направился в сторону Земли, в тот момент на Канаду. Клябинский болид, с ним немного непонятно. Наши работы научные показывают, что данное тело проходило близко к Солнцу, и, возможно, такое близкое прохождение как раз сподвигло его на то, что он превратился в околоземный объект и в дальнейшем столкнулся с Землей. Научные исследования, я сам моделировал, тоже показывают, что очень много небольших объектов, которые мы сейчас знаем, в каталоге зимберных астероидов, проходили в какой-то момент времени, испытывали тесное сближение с Солнцем. И, возможно, они как раз именно были переведены из других орбит под воздействием, под возмущениями от Солнца именно на околоземные орбиты. Самое интересное, что для крупных тел, которые находятся в околоземном пространстве для астероидов, таких эффектов не наблюдается. То есть, возможно, что какие-то крупные тела, приходя близко к Солнцу, разваливались на небольшие осколки, огломки, и как раз вот эти механизмы переводили их в разряд околоземных. И то, что мы сейчас наблюдаем в реальности, именно популяция околоземных астероидов как раз произошла из-за того, что большие тела, проходя мимо Солнца, разваливались. Проект СОДА представляет собой два космических аппарата, расположенных на орбитах вокруг точки L1, которые и космические аппараты оснащены телескопами, которые осматривают область небесной сферы, космическое пространство при подлете к Земле и могут фиксировать, обнаруживать тела, которые как раз сближаются с Землей и не могут быть обнаружены никакими другими инструментами наземными, именно телескопами. Предполагается, что в среднем за пять лет работы проекта СОДА мы сможем обнаружить порядка четырех тысяч опасных астероидов, которые сближаются с Землей именно со стороны Солнца. И в случае опасных таких объектов, обнаружения такого объекта, за 20 часов до столкновения с Землей мы можем объект наблюдать и где-то за восемь часов до столкновения, за четыре часа до столкновения дать точный прогноз по месту входа в атмосферу в пределах порядка 10-20 километров. То есть за четыре часа, если тело небольшое, то есть порядка Челябинского, 20-метровое тело, мы можем предпринять усилия уже сотрудники МЧС, чтобы подготовить небольшую площадь, порядка 200 квадратных километров к не эвакуации, но к предупреждению населения о том, что в данном квадрате произойдет вход тела в атмосферу. Система мониторинга, которую предлагали изначально создать в рамках концепции, она подразумевала и предполагала строительство большого количества обсерваторий для мониторинга околоземного пространства. Должны были быть созданы центры обработки данных, чтобы не только получать данные, но их обрабатывать о движении опасных небесных тел, каталогизировать, вычислять орбиты таких тел и давать оценку по вероятности столкновения. Почти 100% информации об населении околоземного пространства, которое обладают ученые, поставляется американскими средствами, например, телескопом «Панстарс», система «Атлас» и обзор неба «Каталина». Эти три инструмента, скажем так, «Панстарс» — это один инструмент в «Каталине», порядка четырех-пяти телескопов, система «Атлас» состоит из восьми телескопов, дают 99% открытий всех новых околоземных астероидов. Сейчас в России есть только один инструмент — АЗТ-33ВМ. Это телескоп в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, который позволяет открывать астероиды, проводить обзоры небесной сферы, чтобы открывать астероиды на значительных расстояниях от Земли. Это телескоп с апертурой 1,6 метра и с полем зрения порядка трех градусов. Он является обзорным. И как раз таких инструментов в России нам и не хватает, именно астрономам. Те телескопы, которые мы сейчас имеем у нас в стране, они в основном заняты на задачах астрофизических, постоянно у них время расписано, то есть они постоянно заняты. Мы не можем использовать данные инструменты для обнаружения астероидов, мы можем их использовать для изучения физико-химических свойств астероидов, когда уже он открыт. Если такой проект будет поддержан и будет создана система по обнаружению опасных небесных тел именно в рамках России, предполагается, что хотелось бы так, чтобы данная система работала в режиме службы. То же самое, что и в мусоре сейчас наблюдается. Есть специальный центр управления, в которой истекается вся информация об опасных астероидах наблюдений, опасных астероидов. И такой центр должен работать в течение 24 часов, то есть круглосуточно. Это должна быть не академическая структура, а именно в рамках, например, ЦУП, ЦУП, СНИМАШ, Роскосмоса. Средства наблюдения, которые будут использоваться, можно использовать в российской системе мониторинга космических угроз. Конечно, это могут быть и средства Роскосмоса, которые будут в будущем построены. Также и средства Академии наук можно привлекать, как сейчас делается именно по космическому мусору. То есть телескопы Академии наук наблюдают объекты космического мусора, сами телескопы Роскосмоса наблюдают объекты космического мусора. То же самое можно отразить и на систему по мониторингу опасных небесных тел. Последствия столкновения. Один из участков работы, которые необходимо сделать, это оценка рисков и оценка последствий столкновения небесных тел с Землей. Такие работы в основном ведутся в Институте динамики геосферы, но это тоже Российская Академия наук. И, конечно, большую часть работ по оценке столкновений, по оценке последствий столкновений могла бы взять на себя Российская Академия наук и ее институты, но все управление все равно всей системой, всеми процессами взаимодействия должно оставаться в рамках космического агентства, именно национального. Другие страны, в принципе, заинтересованы в таких проектах, они их и сами реализуют. То есть есть не АСАД-проект, который подразумевает обнаружение объектов, именно опасных объектов астероидов из космического пространства. Проектом СОДА, например, заинтересовались китайские ученые для создания кооперации, но дальше слов это не пошло, так как у нас проект пока только на бумаге и даже никакой проработки НИРов не было по данному проекту. Наш проект СОДА является пока уникальным, так как предлагает мониторинг объектов, летящих со стороны Солнца. Дополнительно на него можно еще поставить другую научную аппаратуру для исследования самого Солнца, поверхности Солнца, магнитных вспышек солнечных. Такие проекты по исследованию Солнца, конечно, реализуются в мире, и они в точке L1 находятся, такие аппараты. Но вот СОДА могла бы собрать все преимущества проектов таких и в итоге реализовать хороший проект. Проблемы космического мусора в России немного получше обстоят дела из-за того, что данная проблема связана с безопасностью России, и с безопасностью деятельности в космическом пространстве. Все-таки это влияет на спутники, на телекоммуникационные спутники. Поэтому данной проблемой более серьезно занимаются, именно в пределах, скажем так, Роскосмоса. И система развивается. В ЦНИМАШ, в Роскосмосе, есть система АСПОС-АКП, которая постоянно развивается, и в ее задачи как раз входят наблюдения за космическим мусором, исследования свойств космического мусора, исследования всей популяции космического мусора. Из года в год в данную программу вносятся какие-то изменения, она финансируется и развивается. Всю трассу, траекторию МКС постоянно осматривают телескопами и прогнозируют движение объектов космического мусора, чтобы они не пересекали траекторию движения МКС. Если опасность существует, если видно по математическим моделям, по расчетам, что такое столкновение возможно, либо потенциально возможно, то тогда предпринимаются меры по уводу МКС с столкновительной орбиты, с опасной орбиты. Бывают случаи, что даже космонавты переходят в спасательную капсулу для того, чтобы этот момент переждать. Были такие ситуации, и изредка такие маневры от уклонения от космического мусора с МКС проводят. Некоторые оценки показывают, что количество объектов космического мусора только будет возрастать в связи с столкновением объектов друг с другом, так называемый эффект Кеслера, при котором вскоре разной оценки, может быть, 10 лет, может быть, больше, показывают, что мусора станет так много, что он просто не позволит нам выходить в более глубокий космос. Мы не сможем преодолеть эти пояса от мусора, чтобы не повредить космические корабли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok